Хей-хей-хей, дарова всем, ребята, Кентопка на проводе, и прямо сегодня вышло новое обновление 0.40. Да, вы не поверите, оно вышло! И прямо сейчас я тебе расскажу абсолютно всю информацию про это обновление. Но перед началом обязательно поставь лайк и подпишись на канал Кентопка, мне будет очень-очень приятно. Ну что же, в начале, когда ты захочешь со стендов, тебя встречает новое загрузочное меню. Я думаю, это и так всем все понятно. Но самое-самое интересное, ребятки, это новый Голвпас. Это не шутки, это не сон, просто посмотрите на все это. Я не могу. Добавили новую коллекцию Revival, и тут есть куча-куча всего. Просто посмотрите, добавили также брелки. Обалдеть, ребята, брелки, стикеры, абсолютно все новое. Я просто в шоке. Посмотрите, особенно на вот эти вот брелки, они очень классные, очень крутые. У меня нету слову. Я ждал, я ждал. Кто тоже ждал обновления прямо в эту секунду, ставь лайк и подписывайся на канал Кентопка. Так, ну что ж, друзья, смотрим, 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 потому что в конце, знаете, что нас ждет? В конце нас ждет самое-самое приятное. Это, это перчатки. Да, 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 вам не послышалось, это не сон. Внимательно посмотрите. Вау! 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 Ой, ребята, кажись, Кенту стало плохо. Это реально те самые перчатки, о которых мы просто молились разработчикам и просили, чтобы они их добавили в стендов. И да, они это сделали. Ребята, просто, если вы еще не поставили лайк, я не знаю, что вы тут делаете. Охренеть, сколько перчаток. Также есть брелки. Посмотрите коллекцию брелков. Но, честно говоря, пока что брелки меня особо не удивили. Но есть довольно-таки прикольные. Мне нравится брелок Керамбит Голд. Не знаю, кому как. Ну, как по мне, очень крутой брелок. Так, ну что же, давайте посмотрим, что же есть еще такое интересненькое. Так, так, так. Ну, вроде бы в Голдпассе, в принципе, ничего интересного нет. А, ну еще есть новые скины. Это же самое важное. Ёлки-палки, я это забыл. Давайте посмотрим. Скин на Драбаш. Неплохо, я бы играл. Скин на ЮМП. Вообще сасный. ЮМП-45 геометрик. Вообще пушечка. Но самое-самое крутое это ЮСП геометрик. Вот тогда. Вот это я понимаю. Вот это по-нашему. Не, мужики, ну просто красота. Не, ну вот что бы вы там ни говорили. Но, пацаны, я просто теку. Я не могу. Не могу. Какой классный скин. Дальше. FN Fall Phoenix. Блин. Ну, как по мне, это сильно дохрена, чтобы этот скин был арканой. Потому что, как по мне, максимум это рарка. Ну, ребят, ну согласитесь, но ничего красивого именно в этом скине я не вижу. Может быть, я ошибаюсь. Но, как по мне, ничего красивого не вижу. Но еще один очень интересный момент. Видите, вот эти вот штучки. Это эти штучки для брелков. То есть, вы должны понимать то, что специально их оставили, чтобы сюда можно было цеплять брелки. Поэтому, ребята, у кого есть брелки, кто там очень богатый и уже купил голл пасс, вы все можете цеплять на любые пушки уже брелки. Просто посмотрите. А вот это USP, это машина. Вот это USP аркана. Это просто пушечка. Не, ребят, ну посмотрите. Не, ну вот это просто красота. Кто бы что-то мне говорил, но с таким скином я бы с радостью поиграл. Барен, USP Geometric. Слушай, ну я тебя люблю. Так, ребят, давайте посмотрим на наклейки арканы. Наклейка аркана, стикер Phoenix Blazer Color. Ну, какая-то странная аркана. О, а вот это Neon Color. Вот это реально круто. Вот с такой бы наклеечкой я бы с радостью поиграл бы, и я бы ее приклеил на мое любимое оружие. Блин, ребята, как же это круто. Но голл пасс я куплю в следующем видеоролике. Так, ну что же, смотрим дальше. Дальше нас ждет... Звание отсутствует, вы такие. А где же моя легенда? Где же кинт твоя элита? А все дело в том... Дело в том, что во втором сезоне... Да-да-да, это второй сезон. Во втором сезоне обнулили все звания. И теперь, если вы нажимаете вкладочку профиль, посмотрите, все по нулям. Надо заново проходить калибровку. Но вы как думали? Думали все так просто? Нет, ребята. Бесплатный сыр, только мышеловки. Я подумал, бери и проходи калибровку заново. Блин, ребят, слушайте, очень-таки круто. Мне все очень нравится. Посмотрите, просто... Просто как же это классно. Также тут есть три раздела. Соревновательный, общая статистика и история. То есть именно в истории вы можете посмотреть, как вы отыграли. То есть, судя по моей истории, я отыграл, ну, мягко говоря, хреново. Но зато посмотрите, как же все так красиво. У меня такое ощущение, что это не стендов, а это какой-то CSGO. Потому что и графика, и все очень сильно поменялось. Блин, ребята, я просто не верю. Это правда. Ёлки-палки. Давайте посмотрим, что же поменялось у нас по статистике. Ааа, появился раздел помощь. Раньше его не было. Блин. Количество попаданий, количество выстрелов. Слушайте, очень-таки прикольно. Раньше всего этого не было. Поэтому я считаю, это заслуживает ваш царский лайк. И самое главное, подпишитесь на канал Кент ПК. Потому что я для вас очень-очень стараюсь. Также, ребятки, смотрите. Можно выбирать сезоны. Видите? Вот-вот. Я так же нажал, все зависело. Короче, вот нажимаете сюда, можно смотреть. Да-да-да. Вот такое звание у меня было в первом сезоне. Потом нажимая на стрелочку. Вот такое звание у меня было, короче, во втором сезоне. Потом вот третий сезон, четвертый и так далее. Это очень-очень круто. Потому что это уже, ну не знаю, это уже новый уровень. Это уже не стендов. Это уже какой-то CSGO. Это даже CSGO отдыхает. Заходим дальше на рынок. Ребят, кстати, из плохих новостей нож не добавили. Вот это реально грустно. Заходим на рынок. Надеюсь, я не зависну. Прямо сейчас выбираю фильтр. И тут уже есть новая коллекция под названием Reveal Collection. Я выбираю ее. И что же мы видим? Пока что ни единого скина я не вижу. К сожалению, на рынке пока что все скины только старые. Возможно, я ошибаюсь. Я смотрю, ребят, ни единого нового скина нет. Да-да, новых скинов, к сожалению, нет. Но, в принципе, ничего страшного. Так, а вот теперь самое интересное. Это кланы. Вы такие, что это? Как? Что? Камон! Теперь вашему клану тоже надо проходить калибровку. Вы понимаете, что это? Вашему клану тоже надо проходить калибровку? Просто отпад. Просто хештег отпад в комментарии. Смотрите, чтобы пройти калибровку, как я понимаю, вам надо просто играть. То есть вы играете, и ваш клан проходит калибровку. И чем лучше игроки вашего клана играют, то тем выше ранг у вашего клана. Поэтому, скорее всего, всех нубов с клана Киборги мы будем кикать. Ребят, посмотрите. Тут даже есть количество опыта клана. Процент побед клана. И самое-самое главное. История мат... Не, не, не это, не это, не это. Самое главное. Если вы нажмете начать игру... Вы сейчас обалдете. Вы сейчас обалдете. Если вы нажмете начать игру, то там появится новый дополнительный раздел, в котором каждый из вас... Ну, как каждый из вас. Каждый из тех, кто состоит в клане, сможет начать битву кланов. Да, да, да. Вы сейчас, наверное, подумаете. Кент, что это такое? Да ты врешь. Нет, ребята. Добавили клановые войны. Как я и говорил, в моем вчерашнем видеоролике, или позавчерашнем, я говорил, что добавят режим битву кланов. И да, это правда. Правда, сейчас, видите, все подвисает, сервера очень сильно лагают. Но сейчас должна появиться иконочка битвы кланов. О, вот-вот, посмотрите. Битву кланов. Вот-вот-вот. Нажимаете битву кланов и можете запустить битву кланов. Например, клан Киборги против кланов Вискию. Или клан Киборги против кланов Сейнс и так далее. И это очень-очень-очень круто. Ребята, вы просто представьте, насколько же все это классно. Можно запускать режим битвы кланов. Я просто обалдеть. Посмотрите, вот зашел только что подписчик, пишет тоже ура. Он тоже рад. Братан, я тоже рад. Я не верю. Я не верю в то, что это правда, ребят. То есть теперь можно запускать битву кланов, смотреть статистику и так далее. Так, вот, ну, посмотрите, да. Прямо сейчас очень большой онлайн. Сервер перегружен, потому что очень много игроков. И, как мы видим, ребят, все зависело капец как. Но прямо сейчас я попробую. Ничего себе, что происходит. Мать моя женщина. Прямо сейчас я вам покажу единственную и самую крутую измененную карту. Это карта Rust. Да, ребята, вам не по-своему шлость. И прямо сейчас я вам покажу. Не пугайтесь, потому что, ну, стендов немножко подвисает. И если вы, например, пытаетесь прямо сейчас после этого видеоролика зайти в стендов, не пугайтесь. Он может лагать. Это нормальное явление. Ребят, все окей. Все нормально. Так, ну что же. Сейчас будем смотреть. Сейчас просто, ребят, взглянем на то, что произошло. Что же разработчики изменили. Я скажу так, я уже на карте Rust играл. Я вам обещаю, вы офигеете. Посмотрите на эту графику. Посмотрите, тут осень. Осень. Вы понимаете? Вау. Вот это графон. На эти цвета. На этот листочек. А ну-ка. Смотрите, он падает, падает, падает. Вау. Просто вау. Очень, очень, очень круто, ребята. Посмотрите, как же сильно изменили карту Rust. Обалдеть. Не встать. Это просто сон. Надо себя ущипнуть. Ай, блин. Это не сон. Ребят, посмотрите на эту стенку. Стенку тоже изменили. Все очень сильно поменяли. Поменяли в лучшую сторону. Я просто в шоке. Мне вот интересно. Тут цифры оставили? Да, цифры оставили. Так, ребят. Давайте смотреть дальше. Охренеть. Не встать. Вот это, конечно, да. Блин, большое спасибо разработчикам. Они большие молодцы. Потому что они, они это все сделали. Они все это реализовали. В них реально никто не верил. Много кто писал, что стендов скатывается. Но нет. Стендов процветает. И у него есть будущее. Потому что, когда я играю на этой карте, у меня такое ощущение, что я играю в CSGO. Это не стендов. Это реально какой-то CSGO. Это какой-то Battlefield. Ты не знаешь. Это какая-то графика из будущего. Ребята, просто посмотрите на все это. Как же? Более, меня телепортировало. Так, я хочу дать тебе планета B. А меня еще телепортируют. Походу разработчик говорит. Нет, кентуха, тебе туда нельзя. Но нет. Можно. 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 Посмотрите на все это. Просто посмотрите на все это, ребят. Я сейчас заплачу. Короче, ребят. Если вы ждали обновления. Пожалуйста, поставьте лайк. И самое главное. Подпишись на канал Кентапк. Братан. Если ты прямо сейчас подпишешься на мой канал, то ты красавчик. И у тебя будет шанс получить 1000 голды. Потому что все, кто на меня подпишется и напишет в комментариях свой айди. У них будет шанс получить 1000 голды. И купить какой-то скин из новой коллекции. Ну что же, дорогие друзья. В принципе, на этом все. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И пишите любые хорошие комментарии. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока. А я пошел катать стендер 2.